Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал Маленькие Женские Штучки. Меня зовут Ирина и я рада вас приветствовать. Совсем недавно на моем канале вышло видео об косметических пустых баночках. И каждый раз, когда я снимаю видео о пустых баночках, я вспоминаю Вику, которая кошка The Cat, которая однажды свое видео о пустых баночках начала признанием Я косметический маньяк и я собираю пустые баночки. Вы знаете, я поймала себя на мысли, что я вообще просто, я не знаю какой маньяк, потому что я для вас собираю не только пустые косметические баночки, но и пустые хозяйственные. И именно сегодня им будет посвящено мое видео пустым баночкам хозяйственным. Ну и давайте, чтобы долго уже не говорить, я начну со средств для мытья посуды. Закончилось у меня две баночки. Вот ферри первая, это нежные ручки, чайное дерево и мята. Второе, это апельсин и лимонник. Я уже говорила вам не раз, что ферри я обожаю. Я действительно очень люблю это средство. Мне очень нравится, как оно работает. Мне очень нравится, как оно отмывает посуду. И менять что-то вот в мытье посуды, да, и менять его на какое-то другое. Мне не хочется. Один раз я попробовала април, купленный в фикс прайсе, поняла, что м-м. И вот да, ферри навсегда. Вот, следующее, что у меня закончилось, это вот такой кондиционер для изделий из ткани. Велор. Фруктовое наслаждение. Здесь у меня сейчас не этот кондиционер. Что я могу сказать? Он в принципе неплох. Для того, чтобы придать мягкость белью, я всегда наливала один вот этот колпачок. Хотя понимаю, что в принципе, наверное, надо больше наливать. Ну, в общем, ничего, нормально. Белье приятно пахло, белье было мягким. Но тут мне Сережа сказала, что ему этот запах не очень нравится. А я вам уже говорила, что мне, в общем, все равно на запах кондиционера. Мне главное, чтобы было мягким белье. И мы купили кондиционер Ленор. И я вам хочу сказать, что вот этот кондиционер, это, ну, так скажем, мнимая экономия. Потому что мы купили здоровую бутылку двухлитрового Ленора. И пользуемся им третий месяц. И, наверное, еще на месяц хватит. Потому что он просто нескончаемый. Он реально концентрированный. Его действительно надо намного меньше. И белье становится мягким. Белье приятно пахнет. Поэтому мне нравится этот кондиционер. Но я реально понимаю, что Ленора работает лучше. И он по итогу получается экономичнее. Поэтому я эту покупку не повторю. Да, я все-таки буду покупать Ленор. Совершенно противоположное мнение у меня складывается вот об этом отбеливателе Refine. Я его просто обожаю. И тут, когда мы переехали домой и перестирывали все вещи после ремонта. Да, стирала я очень много. У меня еще с доремонтных времен остались два отбеливателя, пятновыводителя от Vanish. Один для цветного белья, другой для белого белья. И я могу сказать, что они работают ничуть не лучше, чем Refine. Мало того, рука у меня тянулась всегда именно к Refine. Потому что, во-первых, он предназначен для тех и для других тканей. Во-вторых, он замечательно убирает желтизну с белого. Гораздо лучше, чем вот этот вот Vanish. То есть, для того, чтобы отстирать майки, убрать с них какие-то пятна, я всегда пользуюсь мылом антипетин, да. А затем заливаю, вот, например, этот пятновыводитель в машинку. И я вам хочу сказать, что эффект от Refine мне, например, нравится больше. Поэтому я не вижу смысла покупать Vanish. Я буду покупать вот этот отбеливатель. И примерно точно так же он работает с цветным бельем. Я понимаю, конечно, что они вообще нагло стырили все. Даже шрифт, да, я так понимаю, наверное, да. Вот, но мне действительно он нравится больше. Поэтому я хочу сказать, что Vanish я больше покупать не буду. Я сколько смогу покупать Refine в Fixed Price, столько буду его покупать. Потому что эта вещь мне действительно нравится. Заканчивается у меня вот такой гель для стирки. Белье универсальный, с кондиционирующим эффектом. Что могу сказать? Да, после него белье действительно мягкое. Но какого-то такого супер кондиционирующего эффекта я не заметила. И кондиционером для белья я все равно пользуюсь. Сейчас у меня вот это средство перелите вот в эту бутылку от кондиционера. Потому что оттаскак неудобно наливать вот из этой майонезной упаковки. Правда. Это вот такой большой минус. Кроме того, я что-то хожу и думаю, да. Он такой достаточно жидкий. И для того, чтобы простирать вещи, я наливаю не один бутылок, ой, не один вот такой вот колпачок, а полтора или два. И я вот тоже думаю, а является ли это вообще экономией? В общем, короче, задумалась я на эту тему. И думаю я, что я пока воздержусь от покупки вот этих гелей для стирки в фикс прайсе. Вернусь гелем для стирки от клинок и посмотрю, что все-таки будет выгоднее, чего на дольше хватит. И последняя моя пустая хозяйственная баночка. Это вот такое доместо, с которым я чищу унитаз. И от которого я в полнейшем восторге. Расход минимальный. Все очень белое. Признаюсь честно, вот эта баночка у меня осталась еще с доремонтных времен. Я ее добила и купила новый доместос. Потому что, если честно, все-таки фикс прайсовское средство, наверное, похуже. Это были все мои пустые хозяйственные баночки. И слава богу, сегодня я выкину их в ведро. Потому что я уже устала в них запинаться. Но мне очень хотелось поделиться с вами своими выводами. В частности, и о покупках из фикс прайса. Потому что вот если от Рефайна я просто в восторге. То кондиционер, гель для стирки заставляют меня задуматься. И подумать о том, всегда ли экономия является действительной экономией. Вот такими были мои выводы. Надеюсь, они были вам полезны. Поделитесь со мной в комментариях. Может быть, вы нашли для себя что-то в фикс прайсе. Например, вот такое же офигенское, как этот Рефай. Я буду очень рада. И, конечно же, я жду любых ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Заходите в мою группу ВКонтакте. Возможно, там вы найдете для себя что-то интересное. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok